Уж сколько раз многоуважаемый господин Бальзаминов женился не с честь, но так как это воплотили в жизнь актеры Новошахтинского драматического театра, свет еще не видел. Но главной изюминкой этого спектакля по праву можно считать перевоплощение одного из главных актеров Михаила Сопова, но, впрочем, не будем раскрывать интригу. Искрометная комедия «Женитьба Бальзаминова» ворвалась в репертуар театра хороводом, в котором и закружила артистов в первой же сцене. Это не первый спектакль, поставленный Игорем Анатольевичем Черкашиным совместно с актерской труппой Новошахтинского драматического театра. Игорь Анатольевич у нас уже больше восьми спектаклей поставил, поэтому мы давно сотрудничали. И так получилось, что был большой такой перерыв в нашей совместной работе, но мы очень рады, что наконец-то вот эта долгожданная встреча состоялась. И вот «Женитьба Бальзаминова» выбрал Игоря Анатольевича эту пьесу, и мы все ждали этого, и вот такая получилась чудесная работа. Благодаря творческому поиску режиссера мы можем не только любоваться оригинальным видением давно знакомого произведения, но и великолепной игрой актеров. Но главный сюрприз ждет зрителей при появлении в образе одного из главных героев комедии – актера Михаила Сопова. Да, я думаю, в женской гримерке этому не обрадовались, потому что женских ролей не так много в этом спектакле, и вдруг одна из центральных отдали мне. Ну вот так получилось. Там история была такая, я давно как-то мечтал сначала в шутку, а потом, может, и не в шутку, говорил, я бы когда-нибудь хотел, мне было бы интересно сыграть женщину, не знаю, в шуточном варианте или нет. Но это другой мир и интересно с актерской точки зрения. И когда Игорь Анатольевич был на фестивале «Поговорим о любви» на нашем, я поделился с ним вот этой мыслью и говорю, а вот женить, нет, нету, говорю, там никакой женской роли. И сначала Игорь Анатольевич как-то так без фанатизма воспринял, говорит, да нет, нет, вот если бы там другая фактура, вот если бы, может, покрупнее кто-то был тогда, может быть. Ну, я так понял, что нет. И потом вдруг вот распределение, и на первой читке я читаю сваху, и вот так что надо быть осторожнее со своими желаниями, потому что они не исполняются. Ну, это правда такой для меня очень любопытный опыт, и, ну, мне нравится эта роль. Вот этот персонаж для меня, он такой, он, я его адвокат, то есть мне, мне очень нравится эта сваха, у нее своя правда, и она такая женщина интересная. У меня часто, когда я нахожу смех персонажит, потом и персонаж получается, и вот когда я впервые нашел, как смеется сваха, ну, как-то и все остальное обросло тогда каким-то мясом. Свою изюминку в постановку этой неповторимой комедии внесли и с виду благородные сестры Пеженова, которых сыграли очаровательная Кристина Казарова и Марина Афанасьева. И хохотушка Матрена в исполнении Марины Кожушко. Кукольно-неповоротливая госпожа Белотелова, в роли которой перед нами предстала неподражаемая Оксана Второва, покорившая зрителей своим смешно растерянным видом. Мы тут посидим, а потом в беседку пойдем, там посидим, закусим, там закуска приготовлена. Офицер Лукьян Лукьяноч Чапаков, чья роль с блеском была сыграна Александром Скулковым. И Анастасия Савиных в роли Химки, служанки Пеженовых. Но, как говорится, все было бы смешно, если бы не было печально. Красной нитью женитьбу Бальзаминова пронизывает мораль человеческих взаимоотношений. Драма маленьких людей, которых Бог не наделил выдающимися способностями или талантами. Блестящим воплощением этой мысли является главный герой пьесы Миша Бальзаминов, роль которого исполнил актер Дмитрий Нестеров. Единственный человек, который понимает Мишу, это его мать, Павла Петровна Бальзаминова, образ которой воплотила на сцене актриса Ольга Клименко. Эта одинокая мать, не закостенившая в суевериях, почти так же наивная и доверчива, как сам Миша. Мечтательница, которая во время бесед с сыном не подыгрывает, а искренне участвует в его фантазиях. Вот по рынку лишний раз пройдешь, на тебя тут же засвечен, и прозвище какое-то дадут обидное. Вот кучера сидят у всяких ворот, толстые, как мясники, и то и дело, что со своими собаками играют и гладят их. А собаки, собаки-то, как клювы, они по-нашему делу мимо окон, может, лишний раз так десять пройти надо. А эти разве дадут, тут же засвечен, и кличку какую-то обидную дадут, а потом как начнут с собаками травить. О, вау, да как же это можно? Живого человека-то с собаками травить, а? А они разве знают учтивать? Да ему только хохотать, пока горло широко, а там хоть человека загрязить. А ему все равно. Какое необразование. Меня, маменька, уже раза три травили. Блестящий замысел режиссера Игоря Черкашина открывает нам глаза на актуальность проблемы бегства Бальзаминова. В дорогие сердцу грезы, ведь и мы сегодня часами проводим время в виртуальном мире своих гаджетов и социальных сетей. Хорошо еще, что сны Миши не из компьютерной жизни. Он наивен, необразован, но он не утратил сердечной доброты. А сможем ли мы остаться в своей жизни такими же, как он, не растеряв своих душевных качеств среди океана виртуальной жизни? Финальная сцена спектакля завершает его на веселой и заводной ноте. А в центре бесшабашного веселья блистает, конечно же, он, Миша Бальзаминов. И все это будто сверхбытовое парение над придуманным автором комедии-сюжетом. Такое бывает разве что во сне или на сцене театра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»